Соблюдение норм Конституции, обеспечить полное выполнение основного закона и инициировать немедленно отмену неконституционных решений Конституционного суда от 26 декабря прошлого и 15 января этого года, которым этот суд в нарушение Конституции и Закона Украины разрешил правительству и судам определять размер социальных выплат различным котелам граждан и пенсий ветеранов в зависимости от наличия денег в принятом антисоциальном бюджете на этот год. Всех судей Конституционного суда Украины отправить в отставку с пенсией не более чем 800 гривен. Требуем от избранного народом президента выполнить все свои предвыборные обещания или уйти в отставку. Требуем немедленной отмены, написанных под диктовку Международного валютного фонда, драконовских законов и постановлений правительства, ущемляющих права граждан по всем вопросам, касающихся гарантии их социальной защиты, предусмотренных Конституцией и действующими законами Украины. Требуем, безусловно, и полного выполнения законов о пенсионном обеспечении и социальной защите инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, армейской службы, труда, участников боевых действий и ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, детям войны и других категорий социально незащищенных граждан, что предусматривает бесплатное в полном объеме лечение ветеранов во всех лечебных учреждениях, как государственных, так и в частных, бесплатный отпуск всех видов медикаментов по специальным рецептам врачам, независимо от их стоимости, со стройным контролем и ответственностью врачей и владельцев аптек за исполнение этого требования. Неуклонное соблюдение норм законодательства, предусматривающих улучшение жилищных условий ветеранам. Требуем от Кабинета Министра Верховной Рады Украины в срочном порядке рассмотреть и решить вопрос выплаты задолженности по заработной плате на государственных предприятиях Харьковщины. А с целью обеспечения наполнения государственного бюджета пенсионного фонда требуем от Верховной Рады срочно принять законы о налоге на богатство и прогрессивном налоге на прибыль. Требуем от Верховной Рады законодательно обеспечить поступление доходов на добываемые полезные ископаемые природные богатства в бюджет, а не для обогащения кучки олигархов. Требуем национализировать алкогольную и табачную отрасли. Говорим свое решительное нет приватизации крупных, стратегических, занимающих монопольное положение бюджета наполняющих предприятий и отраслей. Президенту, Кабинету Министра Верховной Рады принять решительные и радикальные меры по обеспечению вывода предприятий из теневого сектора экономики. Требуем законодательно принять реальные и решительные меры по борьбе с процветающей везде и всюду коррупцией. Принят закон о значительном ужесточении наказания коррупционеров. Требуем законодательно воссоздать народный контроль, придав ему такие же значительные полномочия, какие у него были при советской власти. Срочно внести на рассмотрение правительство положение по пересмотру прожиточного минимума, установлено Кабинетом Министра на этот год. А он установлен 1073 гривни, которые меньше за фактический прожиточный минимум июля прошлого года, который составлял для трудоспособных 1180. Требуем также за ответственность реальным прожиточным минимумом пересчитать пенсии инвалидам, ветеранам войны, труда, интернационалистов, ветеранам армейской службы, пенсионное содержание сегодня, которых намного ниже, чем у чиновников, не имеющих особых заслуг перед страной. По моральному статусу и заслугам ветеран, особенно состоящий на воинской службе по защите отечества, должен стоять не ниже чиновничьей номенклатуры. Требуем также к принятию закона о установлении вдовов ветеранов войны армейской службы, как не имеющим возможности заработать стаж, проживаясь с мужьями по отдаленным гарнизонам. При переходе на пенсии мужа начислять 70% этой пенсии, как установлено сегодня для вдов государственных служащих. Требуем отменить все посоконные акты, ведомственные инструкции, позволяющие чиновникам произвольно толковать положение законов по социально-пенсионному обеспечению инвалидов и ветеранов, и в итоге дающим возможность нарушать эти законы. Отозвать и не принимать в Верховной Раде в нынешнем антисоциальном виде жилищный кодекс и другие законопроекты по ЖКХ, кодекса труде. Нет продажи земли сельскохозяйственного назначения. Считаем целесообразным принять закон о национализации фармацевтических предприятий и аптек, которые в настоящее время из-за своей гонки за прибылью и продажи фальсифицированных медикаментов способствуют увеличению смертности населения страны. Покончить с порочной практикой, когда на ответственные посты в государственном аппарате местных органов власти назначаются лица с уголовным прошлым и скомпрометируя себя коррупционными действиями и моральными отклонениями. Мы осуждаем волитористские решения президента и его команды, ссылающихся якобы на желание народа Украины на евроинтеграцию. Требуем проведения всеукраинского референдума для выявления воли народа о вступлении Украины в терпящий крах Европейский Союз или в единое экономическое пространство и таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Да! Требуем от властей прекратить вынашивать планы о сносе памятников Ленину и других памятников советской эпохи в Харькове и в Украине. Требуем от Верховной Рады пересмотреть свое решение и принять отклоненный законопроект о ужесточении ответственности за вандализм, проявленный относительно памятников и братских могил защитников Отечества. Требуем от властей провести в соответствии с действующим законодательством Украины братскую могилу более тысячи раненых воинов советской армии медработников, расстрелянных и заживо сожженных фашистами в марте 43-го года в госпитале в городе Харькове по улице Тринкера-3. Требуем выполнить решение Харьковского областного совета от 5 июля 7-го года 340-5 о демонтаже всех памятных знаков, возвеличивающих фашистских пособников. Гневно осуждаем и требуем от президента Украины, кабинета министра, Верховной Рады Украины пресечь незаконные расходы из бюджетов западных колбастей на дополнительную финансовую поддержку членов фашистских бандитских формирований ООН УПА. Позор власти, потворствующей фашисту! Позор! Позор! Настаиваю на принятии Верховной Рады законодательных актов, ужесточающих уголовную ответственность за пропаганду нацистской идеологии и запреты фашистской партии «Свобода» и других националистических формирований этого ТОПа. Вы согласны с этим? Согласны! Товарищи, поддерживаем инициативу КПУ о проведении всеукраинского референдума по 9 вопросам и предлагаем президенту Украины инициировать ее проведение в октябре этого года одновременно с выборами Верховной Рады Украины на подписных листах изготовлен Центральной избирательной комиссии в соответствии с 72-й статьей Конституции Украины. Оставляем за собой право обратиться к украинскому народу с призывом провести накануне дня 1 мая всеукраинскую акцию гражданского неповиновения с требованием уйти в отставку президента Верховной Рады Украины как неуправдавших доверия народа. Вы поддерживаете эту инициативу? Мобилизуете всех? Молодежь, ветеранов, войны, труда на эту акцию? Товарищи, есть еще дополнение, какие-то изменения к этому проекту резолюции? Есть предложение принять этот проект резолюции в целом? Нет других предложений? Кто за это предложение принял в целом, прошу голосовать! Опустите, пожалуйста! Товарищи, сейчас... Против! Против! Воздержавшись! Нет! Андрюха, где ты? Я против! Мы будем снять... Да! Ну, подождите! Товарищи, сейчас руководители тех организаций общественных, которые здесь присутствуют, подписывают эту резолюцию. Подписывает председатель Всеукраинского союза Советского офицера, генерал Базеркин, председатель Совета Трудовой Харковщины, майор Советской армии Тищенко, председатель Совета областной общественной организации Всеукраинского союза, рабочий, товарищ Дурикин, председатель Совета Харковской общественной организации Советской армии Твера и Петербурга, полковник Советской армии Забывалов, председатель Совета областной организации Рабочей крестьянского союза, за возрождение СССР, товарищ Артамонов, координатор движения за Украину, Белоруссию, Россию, товарищ Страхов, председатель Кондиционного Совета Русской организации Востока Украины, русские вещи, капитан Советской армии Макаров, председатель Совета областной общественной организации «Боевое братство» подполковник Запаса Южаков, заместитель председателя городской организации «Морское братство» капитан Тарора Панцелуйко, главный атаман Харьковского отдельного Слободского казачьего полка генерал-лейтенант Кузнецов.